Мужество и отвага. Эти качества присущи каждому герою. Тем, кто защищает границы нашей Родины, помогает издалека и воспитывает патриотов. Несколько лет назад в регионе появился новый праздник – День ветеранов боевых действий. Эту дату отмечают скромно, но при этом не забывают никого. Хочу выразить вам глубокую, искреннюю благодарность за то, что вы сделали для своей Родины, за то, что сделали ветераны боевых действий Афганистана, Северного Кавказа, Таджикистана и Поднестровья, Украины и новых территорий Российской Федерации. Нам дорог каждый защитник нашего Отечества. Мы помним каждого своего героя, скорбим по каждому погибшему. В значимый день Алексей Русских торжественно вручил областные награды ветеранам боевых действий и военнослужащим. Александр Носков – один из тех, кто за свой труд, бесстрашие и отзывчивость был удостоен награды. Мужчина-майор милиции в отставке за время службы показал себя честным, добросовестным и смелым человеком. После выхода на пенсию свою позицию неизменил. Сейчас Александр Носков вместе с такими же неравнодушными жителями региона отправляет тонны гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Это затронула пандемия. Мы развозили продуктовые наборы, потом быстро переключились на СПО, где нужна помощь. Там волонтеры в первую очередь. Это быстрая доставка грузов, необходимо все, что нужно. Ушел на пенсию и больше переключился на волонтерство. Сейчас работаю в пожарной части, в свободное время. Ездим на СВО, проехали весь фронт от начала до конца. Все направления, ездим по очереди, в каждое направление созваниваемся, что нужно, необходимо. Солдаты дают заявку, мы собираем и везем. Также отметили наградами тех, кто активно развивает социально значимые проекты, ведет плодотворную общественную деятельность, занимается патриотическим воспитанием детей и сохраняет традиции милосердия. Кроме того, губернатор передал родственникам защитников, которые отдали свою жизнь за родину, Орден Мужества. Светлана Карпухина, Геннадий Бухтояров, Уллправда ТВ.